Согласно статистике, Первомайский сельский округ в числе благополучных по противопожарной безопасности. Этого удалось достичь благодаря совместному сотрудничеству специалистов пожарного надзора и местных жителей. В профилактических мероприятиях принимают участие не только сотрудники местной администрации, но и обычные жители, которым не безразлична судьба родного округа. Об этом говорить надо, потому что весна, каждый хочет возле своего дома навести порядок. И порой, когда люди не знают, они просто этот мусор сжигают. Вот, бросили и пошли. Поэтому, ну вот и мы по своей работе всем объясняем, что этого делать нельзя. А если это делать во дворе, то надо, чтобы водичка рядом была, чтобы погасить. Пожилые люди к этому относятся ответственнее, чем молодежь. Это правда. Потому что с ними вот беседу проведешь, и они знают, что не дай бог загорится, пока пожарная приедет, то может быть уже и поздно. Жителям регулярно вручаются памятки с правилами безопасности при обращении с огнем. Они просты. Не разводить костры в ветреную погоду, сжигать мусор только в железной емкости, имея подругой запас воды. Пренебрежение нормами безопасности, как правило, приводит к происшествиям. На сегодняшний день уже произошло 51 загорание сухой травы и мусора. Из них, значит, только в населенных пунктах произошло около 40 загораний. То есть, большее количество загораний, мусора, сухорастительности у нас происходит на территории сельских округов, хуторов, поселков. В частности, вблизи домовладений, либо на границах домовладений с земельными участками, заброшенными, где прорастает сухая растительность. Специальная комиссия регулярно посещает сельские округа и держит ситуацию на контроле. В Пожнодзоре отмечают, что большинство пожаров в сельской местности случаются из-за нарушения правил сжигания травы и мусора. Штраф в 1500 рублей – это максимальное наказание для физического лица. Но цена такой беспечности может обернуться и невосполнимыми потерями.